То, что ты должен, записано в налоговом кодексе. Все, что не должен, в уголовном. Остальное на твое усмотрение. Привет, я Ольга Вастика, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Из этого ролика ты узнаешь, как девушки уничтожают мужчину в мужчине, почему девушка наносит тебе урон, история моего клиента Петра и его девушки Изольды, каким поведением девушки убивают мужественность мужчине. А в конце видео я расскажу тебе, что делать, если ты столкнулся с уничтожением твоей мужественности. Когда мы говорим о подавлении мужественности, имеется в виду, когда девушка своими словами или действиями заставляет мужчину чувствовать себя униженным, слабым или беспомощным. Так девушка наносит урон его мужским качествам, которые обычно ассоциируются с силой, уверенностью и независимостью. Девушка может убивать мужчину в мужчине по разным причинам. Вот тебе четыре. Низкая самооценка. Девушка может быть сама неуверена в себе и поэтому пытается подавить мужчину, чтобы казаться сильнее или показать свою значимость. Это такой искаженный способ самоутверждения, который помогает ей справиться с гнетущими страхами и неуверенностью в себе. Возможно, в семье папа мочил ее личность. Обиды и ревность. Если она чувствует, что мужчина предпочитает другую женщину или не уделяет ей достаточного внимания, она может пытаться убить мужчину в нем. Просто из чувства обиды, ревности или страха потерять его. Она начнет заниматься прилюдным унижением. Воспитание и прошлые отношения. У некоторых девушек может быть такой опыт воспитания или прошлые отношения, что они привыкли доминировать над мужчинами и пытаются продолжить это поведение в новых отношениях. Ну, может, мама так в детстве делала и папку лишала уверенности. Стремление к власти. В некоторых случаях девушка может просто стремиться к власти и контролю над мужчинами, чтобы получить удовлетворение от чувства господства и авторитета. Важно понимать, что подобное женское поведение может быть негативным как для мужчины, так и для женщины. А теперь давай рассмотрим на примере пары Изольды и Сергея. Сергей, 28 лет, обратился ко мне с проблемой, которую он никак не мог решить сам. Он описал свою проблему как потерю себя в отношениях с любимой девушкой. Сергей был в замешательстве и чувствовал себя подавленным. Он не мог понять, почему его отношения с девушкой, которую он любит, привели его к такому состоянию. Сергей родился и вырос в небольшом городе. Он всегда был активным и амбициозным парнем, увлекался спортом и мечтал о карьере предпринимателя. После окончания универа он переехал в большой город, где он начал работать в крупной компании. Сергей был всегда уверен в себе и независим. Он строил свою жизнь так, как хотел и был доволен тем, что у него получалось. Сергей встретил Изольду. Он встретил ее на одной из корпоративных вечеринок своей компании. Она была красивой, умной, обаятельной. Далее симпатия, флирт, свидание. И так они стали парой. В начале их отношений было много интереса и уважения. Причем это было с обоих сторон. И Сергей был уверен, что он нашел ту, с кем он хочет провести остаток своей жизни. Однако со временем он начал замечать, что Изольда как-то сильно начала вторгаться в его жизнь и контролировать ее. Когда ты придешь с фехтования? Когда ты придешь домой? Кому ты звонишь? С кем ты общаешься? И Сергей начал чувствовать, что он теряет свою уверенность в себе и чувствует себя, как маленький мальчик с мамой. С течением времени Сергей начал замечать, что Изольда все чаще и чаще стала контролировать его действия. Она начала определять, с кем он может общаться, куда он может ходить и даже что носить. Она часто критиковала его выбор в одежде, в друзьях и даже на работе критиковала. Она говорила ему, что он недостаточно старается и может лучше. Однажды, когда Сергей решил провести 23 февраля с парнями, Изольда стала настаивать, чтобы он остался дома и посмотрел с ней фильм. Когда он попытался объяснить, что ему нужно провести время со своими корешами, попить пивка и поболтать, она обвинила его в том, что он бросает ее. Это был не первый и, к сожалению, не последний раз, когда Изольда использовала шантаж, чтобы заставить Сергея сделать то, что она хотела. Более того, Изольда часто унижала Сергея в общественных местах. Она делала замечания о его внешности или поведении. Она могла сказать, что он выглядит тупо или ведет себя как идиот. Да и походка у него, как у бомжа. Постоянные упреки «ты не такой», «ты должен», «ты неправильный», «тебя недостаточно», «ты меня недостоин» все это подрывали его уверенность и заставляло чувствовать себя некомфортно и смущенно. Но самым большим ударом для Сергея было то, что Изольда не поддерживала его амбиции. Когда он рассказывал ей о своем желании начать свой бизнес, она просто смеялась и говорила «Ой, так это дело для умных мужчин, ты-то куда?» Это было для него большим разочарованием, и он начал сомневаться в своих стремлениях. Все эти ситуации привели к тому, что Сергей начал чувствовать себя подавленным и униженным. Он чувствовал, что потерял свою мужественность и независимость. Он стал тряпочкой такой рядом с Изольдой. Сначала он спорил с ней, потом начинал от этого уставать, ограничивался выражением своего мнения, а потом и просто ему стало все равно. Он стал приходить в место, где лежат его вещи, кровать, ну и еще где можно поесть. Приходя домой, он ожидал увидеть дома помощника, а не очередную шахматную доску. Эти проблемы в отношениях с Изольдой оказали глубокое влияние на Сергея. Он стал избегать общественных мест, боялся критики со стороны Изольды. Его самооценка упала ниже Плинтуса. На работе тоже начались проблемы. Он чувствовал, что как будто все добро и жизнь стало куда-то улетучиваться. Сережа стал отдаляться от своих друзей и семьи. Он стал проводить все больше времени один или молча дома с Изольдой. Он перестал заниматься своим любимым хобби и фехтованием, потому что Изольда часто критиковала его за свои хобби и за фехтование. Она говорила, что фехтование для девчонок. Сергей начал чувствовать себя как в тюрьме, потому что его лишили свободы делать то, что он хочет. Его мечта казалась ему недостижимой, потому что не было поддержки со стороны любимой девушки. Сергей чувствовал, что потерял свою жизнь и не знал, как же вернуть ее обратно. Это состояние привело его к решению обратиться за помощью. Он начал искать психолога, который специализируется на отношениях и самооценке, и нашел меня. Сергей был решительно настроен восстановить свою жизнь и отношения, а я была готова помочь ему в этом. Во время наших консультаций мы с Сергеем работали над установлением его личных границ в отношениях. Я помогла ему понять, что его чувства и желания важны, и что он имеет право на свое мнение и свободу выбора. Мы также работали над его самооценкой и распознаванием эмоций. Я использовала различные методы в гештальт-подходе, чтобы улучшить его самооценку и вернуть счастье в его жизнь. С течением времени Сергей начал делиться значимыми изменениями в его жизни. Он почувствовал, что может опираться на себя, появилась вера в себя. Он начал устанавливать границы в своих отношениях с Изольдой и стал открыто говорить ей, что его задевает и что ему не нравится. Он начал заново заниматься своими интересами и общаться со своими друзьями. Сергей все еще на пути к восстановлению, но он уже сделал огромный прогресс. Он стал более счастливым и проживает свою жизнь. И я уверена, что он и дальше продолжит двигаться вперед, потому что он сам этого очень хочет. Какое поведение девушки может убивать мужчину мужчине? Начнем с фразы «Не надо». Когда девушка говорит «Не надо мне помогать», «Не надо меня встречать», «Не надо открывать мне дверь» или «Не надо покупать мне кофе». Или когда она говорит фразу «Я все сама». «Я во всем разберусь, нечего не помогать, ведь ты-то не справишься, а я-то знаю лучше». Женский контроль. Девушка тебя допрашивает, а где ты был, а когда ты вернешься, а кто там с тобой, а что там за Анжела? И все в таком духе. Контроль может быть жестким и очень неприятным, но тут важно его замечать. Шантаж и манипуляция. Про женские манипуляции я уже рассказывала в одном из своих роликов. Это когда девушка мастерски играет на чувствах и виноватит тебя. Тогда ты начинаешь чувствовать себя обязанной выполнять все ее желания. Фразы типа «Если ты это не сделаешь, то я на тебя обижусь» или «Я уеду с детьми к маме». Она ведет себя как мама. Ты провинился, ты неправильно держишь вилку, ты в уродских штанах. А что это за пятно на футболке? Ах ты неряха! Ограничение свобод. Такие фразы «А куда ты собрался? Ты что нас бросаешь?» Или фраза-шедевр «Не нужно никуда ходить. Давай дома посидим, фильм какой-нибудь посмотрим. Нечего тебе с твоими друзьями-алкашами общаться». Она не верит в твои способности и силы. Когда девушка не верит в то, что ты сможешь чего-то достичь и не поддерживает тебя в твоих начинаниях, это может неприятно повлиять на твою уверенность в себе. Например, ты хочешь начать свой бизнес? Да не смеши. Это дело для сильных мужчин. А у тебя стабильная работа. Не нужно ничего делать. Ты не справишься с собственным бизнесом. Ты ведь даже не можешь банку консервную открыть. Такое поведение со стороны девушки может иметь серьезное влияние на мужчину. Так он может превратиться в кастрированного котика-колдыря. Вместо того, чтобы строить планы, создавать и жить свою жизнь, кот-колдырь никуда не хочет ходить. Встречи с друзьями, спорт, даже просто погулять – все это уходит в прошлое. Вместо этого он проводит свои дни в одиночестве и печали. Он несчастен, хоть и не всегда это признает. Даже самому себе это не признает. Все амбиции котика-колдыря, все его интересы – все это постепенно растворяется в бездне-рутины. Ему кажется, что ему больше ничего не надо. Он ест, спит, кое-как работает. Да, вроде и норм. Но вся правда в том, что он уже не тот, кем был когда-то. Все жизненные соки и энергию выпила паучиха дома. Ведь кот-колдырь боялся когда-то сказать ей нет. И она все больше и больше прорывала его границы и завладевала его энергией. Бедный котик начинает пить. Он пытается забыть обо всем, что утратил. Или просто, чтобы заполнить пустоту. Он начинает много играть в игры, множество часов проводя перед экраном. Он забывает о реальности. Хоть в виртуальном мире он может быть сильным, мужественным и смелым. Но хоть где-то. И даже работа, которая когда-то приносила ему удовлетворение, перестала быть ему интересной. Он просто скользит сквозь дни, выполняя свои обязанности. Но не получает от жизни никакого удовольствия. Мужчина, который когда-то был полон энтузиазма и стремлений, сейчас является лишь отголосками своего прошлого. Он был личностью, когда встретил девушку. Он был мужчиной. Но теперь он просто котик-колдырь. И это самое грустное, что может случиться в любых отношениях. Ведь так и до депрессии недалеко. А депрессия – это очень серьезное заболевание, а не модное словечко. Про это, кстати, я рассказываю у себя в Телеграм-канале. Справиться с таким женским поведением может быть очень сложно, но возможно. Основные правила – как сражаться с женскими нападениями. Научись устанавливать личные границы в отношениях. Они позволят тебе сохранить свое самоуважение и независимость. Научись говорить «нет» и отстаивать свою точку зрения. Если ты уже чувствуешь, что девушка тебя подавляет, это значит, что она перешла твою границу и пользуется твоей добротой. Развивайся. В тот момент, когда ты заметил, что ты перестаешь развиваться, перестаешь к чему-то стремиться, то ты становишься унылым и безжизненным. Попробуй заново интересоваться жизнью и стать любопытным к миру. Учись разговаривать с твоей девушкой. Знаю, как странно это звучит, но многие люди даже в самых долгих отношениях не умеют правильно разговаривать друг с другом. Они кричат, но не говорят. Или говорят только про себя. Ртом всегда можно улучшить отношения. Как пройдешь первые три шага, помни, что для того, чтобы стать сильным, умным, настоящим мужчиной с золотыми руками, нужно всего лишь поменять женщину. Ведь мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими же руками. Ну и, конечно, психолог может стать огромной помощью и поддержкой на этом непростом пути. Если самому сложно справиться, то специалист поможет тебе найти подходящие инструменты и методы, чтобы помочь тебе выбраться из-под гнета женских атак. Но и это еще не все. Можно пытаться разобраться с этим самостоятельно, бесконечно покупать книги по психологии, пытаться как-то изменить ситуацию. Но обычно это очень долго и малоэффективно. К концу этих упражнений многим просто хочется сдаться и обвинить всех вокруг. Если ты устал от попыток, я написала большую статью для тебя. В статье я последовательно объяснила метод, благодаря которому ты сможешь исправить все свои ошибки и стать магнитом для подходящих для тебя девушек. Ранее я делилась этим методом только с участниками моего платного курса и на личных консультациях. Первые 500 мужчин смогут получить мой метод бесплатно. Это количество наберется очень быстро. Поэтому ты счастливчик. Ты только что получил очень много полезной информации и я могу дать тебе больше. Ты можешь забрать действующее руководство прямо сейчас. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео и получи методичку. И поверь, эта статья слишком полезна для того, чтобы быть бесплатной. Поэтому действуй. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!